Атомный проект в Нью-Джерси час назад открыли крупнейший завод по производству оборудования для ядерной энергетики, который будет работать в том числе и для Украины. Дмитрий Анопченко видел все своими глазами. Масштабный даже по американским меркам проект, в который 320 миллионов долларов вложили. Четырисотни рабочих мест и огромная территория неподалеку от Филадельфии, на полпути между Вашингтоном и Нью-Йорком. При этом проект еще и зеленый, энергоэффективный. Вся крыша огромного здания покрыта солнечными батареями. Здесь будут производить электрогенераторы для ядерных реакторов и контейнеры для хранения отработанного ядерного топлива, в том числе оборудование для Чернобыля и других украинских АЭС. Мы построим в Украине центральное хранилище ядерных отходов. Все в одном месте, безопасно, с использованием современнейших технологий, а значит радиационный фон будет минимальным, практически нулевым. Все это в Чернобыльской зоне отчуждения. И оборудование для Вас мы планируем делать прямо здесь, на этом заводе. О сооружении такого хранилища договорились еще 10 лет назад. Но при Януковиче проект забуксовал по политическим мотивам. Ведь построить такой завод в Украине означало перестать платить России 200 миллионов долларов ежегодно за вывоз и переработку отработанного ядерного топлива на их территории. И понятно, что Москва не хотела терять ни такие деньги, ни возможность политического давления. И только сейчас работы в зоне отчуждения возобновят. В том числе привлекают кредиты из Соединенных Штатов. Энергетики надеются, к 2019 году все уже заработает. Это у нас остальное осталось, я бы сказал, уязвимая точка. Это зависимость по услугам отработанного ядерного топлива. Три наши станции были привязаны к Российской Федерации, потому что Запорожье имеет свои сходы пристанционные. А для трех других мы должны были вывозить. С 2019 года мы прекращаем вывозение до Российской Федерации. Но планы у американцев еще более масштабные. Миллионер Крис Синг признается, недавно с президентом Порошенко переговоры проводил. Предложил не только построить в Украине такой же завод, как сегодня в Штатах открывают, но и сделать страну логистическим центром. То есть на месте в Украине производить оборудование для ядерной энергетики и поставлять его на экспорт. Мол, это бы позволило не только добиться безопасности наших АЭС, но и сделать это не на кредитные деньги, а на свои заработанные. Из Нью-Джерси Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.